ох как дверь закрылась так ну чё господа здесь у нас уже идет так сказать opel astra h 1.9 дизельный двигатель 2006 год стоит эта машина 6700 злотых это у нас господа 1675 долларов стоит вот такой автомобиль в принципе неплохо opel современном формате господа опять же немножечко замутанные фары в принципе внешне машина неплохая машина неплохая давайте обратим внимание на салон проникаем салон но все по опелевскому принципе я ничего нового не увидел что принципе то же самое все то же самое что стоит в том то есть opel и vectra c только здесь стоит немножечко на таком более узком таком формате что ли вот опять же 277 тысяч пробега вот вот так вот чё это такое как это как это не работает уже короче какой-то вот такой вот момент извините простите так получилось все в этой машине есть опять же 6 ступенчатая механика 4 стеклоподъемника ну короче если я начну сейчас все перечислять это будет глупо и за же вам скажу однозонный климат контроль я сказал 4 стеклоподъемника нет их тут всего два да их тут всего два и только спереди задних нету какого хрена opel тогда и хрен его тонировочка сзади ну в принципе неплохо в принципе неплохо мне нравится вот серебристый такой цвет знаешь такой ярко выражены да и тонировка а мы переходим дальше это господа здесь у нас уже идет автомобиль который любят многие но опять же в кузове хэтчбэк но я думаю он не меньше даст удовольствие чем автомобиль в кузове седан или купе но давайте посмотрим так здесь у нас бмв е46 318 1.8 бензиновый двигатель 2003 год стоит эта машина 4200 злотых то есть эта машина стоит 1050 долларов 1050 долларов за вот такой бмв опять же опять же внешне каких-то факторов которые могут сосать помешать ее купить я в принципе не вижу я в принципе не вижу и видеть не хочу потому что это это бмв ребята все любят бмв ну конечно же только мерседесники там ничего то не любят ну опять же нормально это нормально война бмвшникова это нормальная тема опять же мы с тобой талян фордисты нам как-то по барабану да давайте перейдем к салону опять же ух какая дверь большая сейчас я сюда проникнуть ты заходи там сбоку так ну чё господа здесь у нас имеются бмв мы были слушают так проник сюда подлокотник так 5 ступенчатая механика два стеклоподъемника ух я тебе скажу так обдул обдул вернее печка в лицо печка вверх печка вниз короче что я вообще несу печка туда печка сюда печка туда сюда очень удобная машина а мы переходим следующего автомобиля это у нас audi a3 кузовый хэтчбэк двухдверный хэтчбэк 1.6 бензиновый двигатель 1996 год стоит эта машина 2000 злотых 500 долларов стоит вот такой автомобиль так хорошо давайте обратим внимание что у нас внутри так мы в принципе не вижу смысла туда проникать это же audi так ну здесь у нас пятиступенчатая механика эти ступенчатая механика так есть кондиционер тканевый салон два стеклоподъемника электронная регулировка зеркал по кузову по кузову единственный момент здесь немножко молдинг так сказать отклеился ну ничего страшного супер клей будет нормально ну и тут видно короче что-то подкрашивали что-то пытались сделать ну кого эти сейчас моменты интересуют если брать эту машину за 500 долларов и куда конечно же на работу ладно а мы переходим дальше вот еще один немало известный автомобиль это у нас рено лагуна 1.9 дизельный двигатель 130 лошадиных сил 2007 год стоит эта машина 5000 злотых это у нас 1250 долларов стоит вот такой-то автомобиль кузове универсал тут видим какая-то такая ярко выраженная голубая какая-то такая вот тонировка да такая перламутровый такой цвет который переливается и помню как это тонировка называется вроде как хамелеон если не ошибаюсь вроде хамелеон ну если одета неправильно что-то сказал поправите меня так здесь мы видим здесь мы видим это стандартная это просто стандартно это просто мощнейшая их проблема у них постоянно отваливается пластик с этого замка постоянно всех знаю у кого эти машины у них стабильного здесь нет его нигде просто не достать его нигде не достать этот пластик и они просто ездят вот так вот и ну вот как бы а что делать а выбора другого нет вот ну в принципе нет по внешним факторам я никаких проблем не вижу эти процентовая стоит сзади тонировка опять же кто-то конкретно делал для себя а мы переходим в салон ох я уж направо я провалился здесь у нас конкретно есть подлокотник ну немножечко почистить нужно салон конечно потому что немножко за такое сказать грязный так сказать ну ничего страшного так здесь у нас идет шестиступенчатая механика четыре стеклоподъемника электронная регулировка зеркал климат-контроль кондиционер и что немаловажно что эта машина очень экономная вот если так говорить по честному и эту машину любят любят и покупают по сей день потому что они ценятся и продолжают цениться а мы переходим дальше поехали так господа господа здесь у нас немало известный автомобиль немало известный ну как немало известный у нас конечно этих машин мало но здесь и в европе просто дохрена если честно если честно если бы я жил 90-х и мог бы себе позволить такую машину я бы себе купил бы почему потому что я бы на ней смотрелся бы как первый парень на районе ну блин ну как на районе нет ну кто-то из этих конечно таких вот миниатюрных наверное но выглядит достаточно так сказать ярко выражено это наверное машина вот тех активных людей в 90-х годах которая вот сюда туда в общем ну короче ладно просто интересный красивый автомобиль а мы переходим к рассмотрению данных так это у нас опель тигра 1.4 бензиновый двигатель 1998 год стоит эта машина 2400 злотых это у нас господа 600 долларов стоит вот такой автомобиль 600 долларов для того чтобы у вас был небольшой красный миниатюрный автомобиль то в принципе если довести его до ума то у вас будет отличный автомобиль ну просто быть так сказать таким вот знаешь вот как бы мобильным что ли и достаточно на стиле я бы сказал особенно посмотри на жопу ну какая-то жопа у нее какая-то добрая получилась но в то же время какая-то такая широкая сука но опель тигра кто-то придумывает такое название тигра опель суриката я не знаю опель бобер ух какой купе я хорошая купешка отлично отлично просто папу я уже просто попал дивиду охренеть так написано здесь у нас 189 тысяч пробега хотел сказать 189 тысяч просмотров хотел я на ютубе вот но опять же нас и так немало людей на ютубе уже подписано то есть я вам очень благодарен здесь конкретно на 189 тысяч пробега два стеклоподъемника грязный конечно салон его бы не мешал бы почистить то еще лучше чем-то другим обшить потому что это уже такое затяганное блин кого это сейчас интересует сзади конечно еще два места как туда проникнуть я даже не представляю конечно немножко под затяганный руль ну как немножко под затяган он конкретно под затяганный но мы в принципе видим что под этой кожей воскрешается еще один еще одна кожа короче ты какой-то змеиный руль мультируль да ну вот такая вот машинка господа опять же ну проговорить про кондиционер и климат-контроль но это глупо потому что в 90-е годы друзья и здесь конкретно хотя бы ну просто здесь из печка обдув стекла обдув там лица обдув там не знаю себя что там еще есть короче вот ну и хоть спасибо что дали два электронных стеклоподъемника то есть уже хорошо уже приятно вот а мы переводим дальше а здесь у нас уже идет так сказать неплохой автомобиль для украинских дорог их часто покупают достаточно такому-то неплохом еще даже формате не она вообще как идеально как будто салона выехала если честно единственно пару тут начинает немножко мутнеть в принципе это стабильная проблема всех машин так это у нас митсубиши кольт 1 3 бензиновый двигатель 2005 год стоит эта машина 4000 злотых то есть господа тысячу долларов за вот такой-то турбе тысячу мать его долларов то есть неплохо неплохо так а мы переходим к рассмотрению салона господа рассмотрению салона ладно давай подожди черт возьми ну ладно я же открыл ту дверь давай буду тут смотри уже даже это вообще законно такие замки сегодня ставить я уже представляю как я уводочкой заливаю зимой блин чтоб он открылся ой блин так так ну чё начну с этого два стаканника что это это что это что такое так ну два стаканника что слушай я вообще не понимаю что происходит вообще здесь такое творится я не могу привыкнуть просто ни к чему блин ох ты ё-моё ладно так ладно хорошо так мы поняли что это значит у нас должна быть зажигалка да там я по ходу нет да ладно окей здесь у нас имеет два стаканника 5 ступенчатая механика вот так климат-контроль тут дали сиди провериватель но все по стандарту все по стандарту так климат-контроль обдув стекла и так далее вот ничего тут у нас ой кто-то в уруль заблокировал это я а еще дали 4 стеклоподъемника то есть хорошо очень приятно очень хорошо то есть машина практически максимально так сказать комплектации то есть это очень хорошо это не может не радовать вот а мы переходим дальше опять почему-то youtube включился да что ж ты будешь кого кого показать люк а да господа тут у нас здесь еще люк господа машина полной комплектации практически то есть машина прибыла к нам из англии то есть вернее как нам вернее прибыла на эту автокомиссию из англии то есть конкретно англичанин вот и или даже можно сказать чистокровный японец вот но неплохо неплохо но я не знаю как привыкнуть конечно армяне я знаю переставляют руль сюда я знаю это обычно делают то есть можно в принципе найти некоторые детали которые с этой машины да вот и с обычной слева рульная да и переставиться на эту сторону и это достаточно качественно сделать чтобы даже так сказать не отличить от оригинала то есть как то так господа как то так а мы переходим дальше поехали а здесь у нас имеется одна из самых надежных автомобилей это у нас toyota toyota corolla 1 и 4 бензиновый двигатель 1998 год стоит эта машина две с половиной тысячи злотых это у нас 625 долларов стоит вот такая вот старенькая toyota господа вот такая вот старенькая toyota ну в принципе как под растаможку эта машина уже в принципе свое и жила но для езды на работу я думаю самое то мы видим что какие-то небольшие признаки коррозии которые еще можно еще можно исправить toyota мы знаем что гниют но не быстро не так быстро как некоторые другие автомобили например mazda да че ты оператор смеешься ну блин ну да гриста не быстро ну ё-моё ну а правда я люблю toyota ух ты ё-моё куда я проник так ну что давайте перейдём к рассмотрению салона и комплектации что нам дали но опять же видим что тут конкретном дали бомж комплектации бомж комплектации 285 тысяч пробега вот опять же для toyota это не пробег это мы знаем как бы народная toyota весла нам дали весла что тут у нас еще есть обдул там как бы про кондиционер не кондиционера нет все все по стандарту в общем слушай но руль конечно сохранился очень хорошо такой приятный не руль очень хорошо сохранился в этой машине ты знаешь 285 тысяч пробега но руль хороший конечно его могли поменять я не отрицаю но сейчас я конкретно трогаю очень приятный руль потрогай этот руль этот руль тебе приятен классный руль не ну приятный рулишь да очень хорошо тойота сделали руль ну почему не дать два стеклоподъемника хотя бы я понять не могу назад они могут не давать они все равно тут две двери только вот вот такая вот машинка вот такая вот машинка ну ладно ребят на на вкус и цвет на вкус и цвет все фломастеры разные как говорит марат борода из канала asata channel вот а мы переходим дальше погнали так господа но здесь у нас конечно боевая машина чё это нет твою мать я такого еще не видел открыли ящик пандоры как этим пользоваться твою мать ох ты ё-моё ох фух братуха ну принципе ясно что такая цена я не удивлен а тут еще аккумулятора нет ладно ладно мы все поняли окей но ребят здесь уже конечно машина для самых боевых людей для самых отчаянных сказать если просто вот работа находится где-то 5 километрах от дома и вот надо машина за любые деньги так вот это именно тот автомобиль но опять же до этого автомобиля надо купить аккумулятор потому что без аккумулятора эта машина что сделать не поедет дураку дураку понятно да логично это у нас рено лагуна 1.6 бензиновый двигатель 1998 год стоит эта машина 1400 злотых это у нас 350 долларов стоит вот такой вот автомобиль боевой старый мать его автомобиль честно господа не знаю как вам это сказать но блин я знаю здесь есть небольшой плюс ну как небольшой плюс я бы даже назвал это основным плюсом то есть понимаете как вот случается на автокомиссия мы находим автомобиль который внешне похож на я не знаю на что он похож они на что не похож на похож просто уже отвезти и скинуть на металл да но когда ты открываешь салон ты видишь что-то нечто ты видишь что-то просто ну и тебе сразу становится жалко этот автомобиль потому что в нем хороший салон так вот это именно тот случай давайте проникнем салон то господа здесь у нас ими ох ты ее мою как я ох ты это кресло качалка ты понял прикольно ладно насчет салона конечно погорячился но но достаточно чистый конечно здесь немножко надо подшить его подшить здесь конкретно есть момент опять же здесь у нас есть четыре стеклоподъемника кондиционер климат-контроль магнитола с ауксом пятиступенческая механика не знаю господа машина конечно спорная такая то есть я бы и честно сказать не советовал бы вам ее покупать конечно такие машины уже только куда только на свалку если только у вас есть желание и средства восстанавливать эту машину но ладно не будем уже просто как бы грустить тут потому что у нас как бы так позитивный контент и мы хотим продолжить дальше съемку так окей окей господа это у нас митсубиши кольт 1 и 5 бензиновый двигатель 2005 год стоит эта машина три с половиной тысячи злотых это у нас 875 долларов стоит вот такой митсубиши вот такой митсубиши в принципе в принципе по внешней части я не вижу практически никаких дефектов мы сразу видим что это двухдверный хэтчбек двухдверный хэтчбек ну и давайте посмотрим вовнутрь то есть господа здесь у нас имеется тканевый тканевый такой стандартный салон опять же опять же требует чистки куда-то пропала у нас мать его за ногу а она сзади правильно она сзади короче крышка крышка с предохранителей то есть опять же здесь видно копошились в электрике что-то здесь делали с электрикой вот опять же вот этот вот самый непонятный случай который вот ну здесь вроде здесь есть зажигалка очень хорошо то есть вернее прикуриватель то есть как бы так мы да вот скажем так прикуриватель зажигалка магнитола у нас здесь конечно нету вот 5 ступенчатая механика что тут у нас еще есть что-то у нас еще есть не знаю что такое так климат-контроль климат-контроль у нас есть то есть ну вот такая вот машинка более вменее в современном формате за 875 долларов господа но опять же надо только докупить магнитолу два стеклоподъемника у нас есть конечно и ну типа почти регулирую электронная регулировка зеркал ну короче механическое путем приведения движения рукой человека ладно это уже мало кому интересно а мы переходим дальше были суши она выходить с этой машины легко если честно то есть и дверь огромная такая прикольно за мягко закрывается доводчика дверей конечно нам не дали лада переходим дальше у нас путь состоит на крестовый поход да идем идем куда идем мы с пятачком большой большой секрет тебе бычок и мне бычок так ну чё господа здесь у нас здесь у нас по старинке белой opel я не знаю стоит его обозревать или нет но это уже просто машина для того чтобы съездить на работу буквально это приехать на два-три месяца да там и насколько вы приезжаете стабильно просто поездят на работу и оставить на вокзале поехать домой но это именно машина из того класса потому что заниматься некоторыми моментами которые здесь ну не знаю блин друзья ну блин в польше это дороговато конечно но я мою просто сплошные дыры то есть господа ну такая машинка но опять же опять же но зато салон хорошем состоянии то есть понимаете как бы вот я опять же вам говорю внешне машина может быть ушатанной ну когда захочешь вовнутрь там просто лакшери просто лакшери так господа это у нас opel astra g 1999 год 1.6 бензиновый двигатель 101 1 лошадиная сила и стоит этот автомобиль 1800 злотых это у нас 450 долларов стоит вот такой автомобиль в общем не знаю я блин я просто знаете вот когда вижу такие машины я я честно сказать хочу грустить я хочу огорчиться я собственно и огорчаюсь потому что блин ну как можно довести машину до такого состояния если ты видишь она болеет ну приведи ее в порядок приведи или продай кому-то то и приведет порядок я не знаю ну машина ведь это вторые мы это вторые мы так сказать это наша душа и вот издеваться так над машиной я не вижу смысла но если ты видишь что вот такая ситуация случилась ну да видит и дает до ума нет я понимаю конечно конечно для европейцев в принципе как для поляков это просто избыточный материал который они в принципе вот купили отъездили продали забыли все да есть такой момент есть такой момент для многих людей но вот когда мы покупаем такие машины нам их сказать так душевно жаль душевно жаль и хочется просто беречь их просто беречь ладно друзья а мы переходим к рассмотрению салона этого самого двуфверного хэтчбека так господа здесь у нас очень очень огромная дверь очень огромная ух как я сюда проник очень огромная дверь так 5 ступенчатая механика вот достаточно еще таком неплохом состоянии салон воду да такое мягенькая мягенькая ткань слушай не мягенький хорошее сидение мне нравится вот ну конечно же простила подъемники это народный автомобиль никто нами конечно не дал хотя хотя могли бы дать двухместный хэтчбек ну как двухместный двумяных хэтчбек могли бы дать действительно стеклоподъемники так что тут у нас еще и что тут у нас еще есть вот печка магнитола 1 и стоит вот два весла вот ну в принципе всё-со все что вот есть у но вот все есть ну и не не электронная регулировка зажалка ахча могли дать на ту сторону потому что как я туда дотянусь вот давай так вот меня до настроить да вот скажи вот меняла настроить вот зеркало я хочу его настроить надо каждый раз тут это вот тянутся туда потом сидеть потом опять тянуться и настраивать. Ну, то есть, блин, это неудобно. Могли бы дать просто вот, с одной стороны, вот, ладно, уже это вот, это вот остается пипетка, а с другой стороны пускай вот здесь вот у меня будет конкретно регулировка, чтобы я мог сидеть и конкретно понимать, как я регулирую. Вот, то есть, ну, блин, они могли бы хотя бы об этом позаботиться, потому что в те годы они давали, они давали, блин. Только почему в данный момент не дали, я не понимаю, в данной машине, в данной комплектации. Вот, ну, ой, ух ты, е-мое. Да, смотри, смотри, какая огромная дверь просто, блин. Я уверен, то, что полмашины стоит эта дверь, наверное. Ой, ладно, господа, переходим дальше. Так, господа, ну, здесь у нас, конечно, немалоизвестный автомобиль, немалоизвестный автомобиль. Многие, многие его просто любят, обожают и на них по сей день ездят и продают в Украине за 4, за 5 тысяч долларов. Вот, ну, эта машина просто вечная. Вечно ее когда-то сделали и они по сей день ездят, потому что Они надежные, они более-менее современные, и что немало известно, этот бампер, казалось бы, да, у него, скажем так, посадка низкая, но он очень прочный, ни один бордюр его не сломает, это факт, это проверено, это уже так было годами, это так и есть, вот, хорошо, хорошо, давайте рассмотрим данные этого автомобиля. Так, это у нас Volkswagen Golf четвертого поколения, 1.9 дизельный двигатель, 1999 год, стоит эта машина 3000 злотых, это у нас 750 долларов стоит вот такой вот автомобиль, вот такой вот Volkswagen Golf, в принципе, за неплохую цену, господа, за неплохую цену, не гнилой, что немаловажно, потому что Volkswagen, если начинает, вот именно гольфы, если начинает гнить, первая часть, которая у них прогнивает, это конкретно здесь, ну, здесь мы видим, что конкретно здесь что-то переваривалось, походу, да, переваривалось, то есть, у этой машины этой проблемы уже нет, мы знаем, что дизельные двигатели этого самого гольфа ходят просто миллионные пробеги, это факт, а мы переходим к рассмотрению салона, господа, ну, здесь нас встречает очень-очень хороший, такой же, достаточно в качественном формате сохранившийся салон, 250 тысяч пробега нам здесь пишут, опять же, я не говорю, что это конкретно 250 тысяч пробега, я говорю, что нам пишут, а сколько там пробега, об этом надо уже просто, так сказать, догадаться, проверить, узнать, в общем, кто как сможет, ладно, так, здесь у нас имеется, но опять же, все по стандарту, все по стандарту, но, но, дали два стеклоподъемника, дали люк, дали люк, какой-то непонятный у нас, короче, ладно, что-то у нас такое липкое, в общем, это можно вытянуть и оставить просто люк, ладно, это уже такое, это уже, так сказать, формальности, да, так, тканевый салон, подлокотник, достаточно высокий, то есть, ну, блин, под изношенный, конечно, руль, под изношенный руль, что тут еще, что тут еще, ну, обычная печка, обычный обдув, в общем, ничего тут такого нету, 5-ступенчатая механика, в общем, ничего нового, чего можно, в принципе, вам рассказать в этом автомобиле нет, в принципе, вы все за них очень много знаете, но, я скажу так, если довести до ума, вот, конкретно поменять руль, вот, немножечко почистить салон, то, в принципе, в принципе, в таком, сказать вам, нормально формате еще голь, внешняя машина живая, очень живая, приятный такой зеленый цвет, не, достаточно неплохо, да, сзади тоже салон достаточно чистый, вот, не, неплохо, не, в хорошем таком состоянии автомобиль, вот, это один из таких вот живых гольфов, которые остались, не, достаточно неплохо, не, все в этой машине хорошо, не, достаточно хорошо, опять же, надо поднимать на яму, слушать ходовку, двигатель, вот, ну, неплохо, неплохо, я лично эту машину оцениваю с хорошей стороны, если бы мне необходима была хорошая машина, я бы, наверное, начал бы рассмотрение именно с этого автомобиля, а мы переходим дальше, поехали, так, господа, здесь у нас, здесь у нас еще один Opel Astra G, так сказать, 1.6, 1.6 бензиновый двигатель, 1999 год, стоит эта машина 3600 злотых, это у нас, господа, 900 долларов стоит вот такой вот автомобиль, 900, мать его, долларов, так, есть у нас такие вот стандартные Opel'евские титаны, хорошо, здесь вот имеется сзади пару рыжиков, а так, в принципе, вроде неплохо, вроде неплохо в таком состоянии, опять же, есть у нас сзади тонировочка, так, ага, на заднее стекло нам не дали, это у нас идет четырехдверный хэтчбэк, так, ой, блин, господа, господа, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, ой, блин, слушай, ну, хорошо, хорошо, конечно, машина, так сказать, была с любовью, вот, кто-то с ней ездил, руль в хорошем, даже отличном состоянии, я думаю, здесь пробег не сильно большой, опять же, он здесь не указан, 5-ступенчатая механика, еще тут у нас еще есть два стеклоподъемника, сзади у нас стоит весла, достаточно такой еще более-менее живой салон, тканевый салон, от кондиционера ничего у нас такого, в принципе, нет, печка, все как надо, люк нам, конечно, не дали, ну, вот такая вот машинка, мягкий, мягкий, действительно, вот так вот, обтянутый кожей, получается, пластик, типа, вот, не, Opel хорошо давали, конечно, вот, какой-то у нас год идет, 99-й, да, не, неплохо, но руль, конечно, в очень хорошем состоянии, что, что удивительно, что удивительно и очень интересно, вот, но, опять же, в салоне нужно немножечко почистить, и, в принципе, у вас будет живой, живой Opel, вот, ну, и устранить пару рыжиков по внешней части автомобиля, вот, ну, окей, окей, а мы переходим дальше, поехали, ух ты, е-мое, слушай, я, знаешь, каждый раз, когда нахожу, вот, Peugeot 206, я просто удивляюсь, что это за пушки такие, ну, просто анаконды, понимаешь, что, ну, как бы, вот, слушай, ну, вот, опять же, у нас здесь попался Peugeot 206, опять же, мы видим, что он на какой-то такой интересной подвеске, у него более так выпирают колеса, то есть, видишь, конкретно, то есть, вот, он так, сказать, агрессивно смотрится, кто-то конкретно красиво подобрал диски, то есть, машина, она очень, так сказать, вот, на стиле, вот, знаешь, вот, скажем так, кто-то сохранил сток, кто-то сохранил сток, но, опять же, он ее посадил как-то грамотно, поставил на какие-то грамотные красивые тапки и сегодня мы имеем конкретно красивый автомобиль, то есть, мне лично эта машина заходит, я бы лично на этой машине ездил бы, честно, ездил бы, но, но меня смущает маленькая цена, меня смущает маленькая цена и просто я хочу посмотреть, что это за автомобиль. Так, окей, окей, это у нас Peugeot 206, 1.1 бензиновый двигатель 80 лошадиных сил, 2000 год, стоит эта машина 1190 злотых, то есть машина стоила 1800, а сегодня эта машина стоит 1000, мягко говоря, 1200 злотых, окей, это у нас 300 долларов стоит вот такой вот автомобиль, 300, мать его, долларов, на вот таких вот интересных тапочках, да, вот, ну неплохо, Давайте все-таки посмотрим, что у нас внутри, так, слушай, ну дверь хорошо открывается, мне это уже радует, так, ну здесь у нас тричьер, так, куча предохранителей, вот, опять же, давай посмотрим, слушай, ну они живые, живые живые предохранители, удивительно, так, здесь у нас, что у нас здесь по салону, магнитола у нас здесь нету, вот, что тут у нас? Два весла, понятное дело, и такой вот аккуратный, такой, сказать, тканевый салон, вот, но немножко под изношен, конечно, вот, но более-менее еще в таком чистом формате, но, блин, сиденья, конечно, под изношены немножечко, но есть такой момент. Так, ну, что тут у нас? Да нет, в принципе, ничего тут такого нет, народный сам автомобиль. Внешне он, конечно, привлекает, внутри он достаточно уютный, вот, но, блин, ну, куча предохранителей, конечно, меня пугает немножечко, честно. Слушай, ну, если тут куча предохранителей, значит, хозяин, значит, хозяин, скорее всего, любил, если у него такая, блин, в принципе, на такой спортивной посадке машина, в принципе, хозяин, скорее всего, любил слушать громкую музыку, значит, там, скорее всего, он должен ставить сабы, да? Давайте посмотрим, что тут у нас, ебаный мать. Ху-ху-ху-ху-ху, блядь, он не только любил громкую музыку, слушай, но он в общем, громкий выхлоп, слушай, ебаный мать. Ебаный мать, ебаный мать. Ху-ху-ху-ху-ху. Слушай, ни черта себе Вот это да Вот это да Блин, я такого еще не находил Хорошо, тогда получается на что, бездушителя Да, на бездушителя, прикинь Охренеть Ну, в принципе, секрет маленькой цены Разгазан, господа Вы знаете, иногда полезно открывать багажник автомобиля Вот, потому что Ты как бы думаешь одно А тут совсем другое Ну, видимо, хозяин, да Судя по колонкам, хозяин, видимо, тоже Раньше любил слушать музыку Ух ты, по-дому все, они все намагничены Вот Это, видимо, хозяин любил слушать музыку Вот, и, конечно же Слушать их громкий выхлоп своего 1,4 Нет, сколько там, 1,2? 1? 1,1 А, 1,1 двигателя На 80 лошадиных сил Ну, вот такая вот Агрессивная пушка, конечно Внешне машина Очень-очень даже привлекает Но, блин Ну, то, что она без глушителя Ладно, ладно Если довезти до ума То, в принципе, можно Можно как-то вывезти эту машину На чистую воду И, в принципе, ездить и кайфовать Вот Но чисто сними ее Мне просто нравится внешка Вот просто сними ее Вот подойди сюда, пожалуйста Вот просто внешне Вот где-то с этого ракурса Покажи Вот просто какая-то машина То есть, смотрите Просто, ну, блин Мне просто и тапки нравятся Они, скажем так, сливаются с этой машиной Это очень красиво Это очень привлекательно То есть, кто-то реально С вкусом подобрал Вот Я просто редко люблю хэтчбеки И особенно такого цвета Но здесь мне конкретно машина Почему-то заходит Понимаешь? Заходит Если бы у меня конкретно были бабки Я бы взял эту машину Под проект И довел бы ее до ума И просто бы Подарил бы кому-то из подписчиков Ну, или бы сам Какое-то время полетал бы Ладно, ладно Мечтать не вредно А мы переходим к следующему автомобилю Поехали Так, это у нас идет уже Opel Opel На свеже покрашенных таких штамповочках Которые сразу были покрашены С самими покрышками Опять же, зимняя резина То есть, на зиму машина уже готова Резина практически нулячая Действительно, нулячая резина Вот Сзади то же самое Но немножко другой идет протектор Ладно, ладно Это меня уже меньше интересует Так Ну, здесь мы по внешней части Видим несколько рыжиков Видно, что машина подкрашивалась Но, блин Что вы еще хотели от машины Старого формата 90-х годов Так, господа Это у нас Opel Vectra B 1.6 Бензиновый двигатель Плюс Есть газ Газовую установку То есть, машина Реально экономная Для того, чтобы ездить куда На работу Так 1998 год Стоит эта машина 2300 злотых Это у нас Плюс-минус 575 долларов Стоит вот такой вот Автомобиль Так Давайте быстренько Заглянем в салон В принципе Особо никакого интереса У меня этот автомобиль Не вызывает Не вызывает Ну, проходи сюда Вот Но, опять же Опять же Короче Я этот, блин, салон Ладно Сейчас сяду Быстренько покажем И уматываем Так Конечно, грязный салон Грязный салон Очень хорошо сохранилась Торпеда Мягкая, конечно Но это Opel Раньше давал Вот Опять же Здесь есть Обычная печка Старая магнитола Стандартная 2, так сказать, весла Вот Грязный, конечно, салон Его мешало почистить И что тут еще Ну, и механическая коробка передач Все по стандартному Обычной бомж-комплектации Ну, и, конечно же Огромный сзади багажник Который, в принципе Очень даже Очень даже Как говорится Ну, в принципе Не вижу смысла Долго сидеть в этой машине Вот такая вот машинка Здесь у нас На обзоре Вот Ну, в общем Господа Мы отсняли практически Все автомобили Которые можно было Только отснять Показать Вот какие они есть И, в принципе Можно уже переходить К завершению Так, ну что, господа Это был очередной выпуск Который мы отсняли Здесь и сейчас На очередной автокомиссии Достаточно большой Я бы сказал Выбор автомобилей Очень интересный В том числе И этот Крайслер Такой вот Форд боевой На котором Когда-то катался Я так понял Работник пожарной части И, конечно же Два таких Больших Опеля Которые, в принципе Зашли в душу Вот такой вот Опель Вот, что-то Знаешь Вот мне нравятся Эти что-то Вот такие вот Длинные машины Именно этой модели Опеля Вектра С Мне почему-то Вот нравится их Так сказать Жопа Почему? Я не знаю Ну, вот просто нравится И все Не будем долго Тянуть это завершение А просто Просто Я хочу вам сказать Спасибо, что вы Подписываетесь Ставите лайки Там Как-то Пишите комментарии Если я что-то Сказал неправильно Обязательно Поправьте меня В комментарии Я считаю Практически Каждый комментарий Особенно Где вы Говорите о том Что я уже За Со своими Господа Вот Ну, извините Господа Просто привык Так Понимаете Как бы Ну, от этого Я же отвыкнуть Не могу В общем Немножко юмора Так сказать В нашу программу В общем, друзья Спасибо, что вы есть Всего доброго Не болейте Здоровья вам Здоровья вашим близким А мы завершаем Всем пока До скорых встреч И видео Туда Камера Уведи Все А что ты сделал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok